Друзья, в сегодняшнем коротеньком видео я хочу познакомить вас с очень классным способом выравнивания тона кожи. Зачастую бывают такие моменты, когда после ретуши остаются пятна, отличающиеся от основного тона кожи. Бывают слабо заметные, бывают сильно, но эта история очень частая. А бывает, что кожа модели не требует ретуши, а тоновые пятна присутствуют. Я сейчас покажу вам, как быстро выровнять тон кожи. Поехали. Экспериментировать будем на этой фотографии. Здесь хорошо заметно, что в области уха молодого человека, а также носа, под глазом у девушки в области щеки. Отличается тон кожи. Нажимаем на пиктограмму «Добавление корректирующего слоя» и выбираем цветовой тон «Насыщенность». В свойствах этого слоя две шкалы, где на данный момент цвета совпадают. Красный соответствует красному, желтый – желтому и т.д. Если мы начнем двигать ползунок цветовой тон, то цвета на нижней шкале смещаются. И мы наглядно можем посмотреть, как изменился цвет, то есть какому изначальному цвету теперь соответствует новый цвет. Например, красному теперь соответствует желто-зеленый, желтому – зеленый и т.д. Вернем цветовой тон на ноль. Берем инструмент палец и кликаем на любой точке кожи. Вы видите, что между шкалами появились ползунки и области между ползунками. Центральная указывает на то, что в пределах этой области цвет будет меняться максимально. В крайних, боковых цвет будет меняться меньше, а за пределами этих областей цвет не будет меняться вообще. Перемещать можно как области, так и ползунки. Перемещаем ползунок цветовой тон в крайнее правое положение. Вы видите, что цвет поменялся только в этих областях. Берем правую крайнюю область и начинаем перемещать ее влево, пока кожа не станет желто-зеленой или салатной. Прошу заметить, что передвигаем область, а не ползунок. После этого берем за крайний правый ползунок и тоже начинаем перемещать влево, пока не проявятся нормальные участки кожи. После этой манипуляции видно, что перекрашенным остались только те участки кожи, которые были проблемные. Теперь возвращаем ползунок цветовой тон на исходную позицию, то есть на ноль и потихоньку начинаем двигать его вправо, пока тон кожи не сравняется. По опыту это предел от 0 до 20. В нашем случае это 9. Если вы заметили, то кроме проблемных частей, тон поменялся и на губах. Исправить это можно простым прорисованием черной кистью по маске этого слоя. Закрепим материал на еще одной более проблемной фотографии. Напомню, что наша цель не ретушь, а выравнивание тона кожи. На этом все. Если видео было полезным, поставь лайк, напиши комментарий и поделись им в соцсетях. Подпишись на группу в Телеграм, где новички задают вопросы опытным пользователям, а также профессионалы обмениваются опытом и просто общаются. А если есть возможность поддержать развитие канала финансово, то можешь подписаться на ранний доступ на бусти или просто отправить донат. При этом ваше имя появится в начале следующего ролика и в титрах последующих. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok